Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Казрия. Немножко поговорим о сложном, но простыми словами. Есть понятие Тагоры Тамэ, чистота и нечистота. Тут начинается с этого недельная глава. Для того, чтобы определить эти два понятия, давайте представим себе душу человека. Душа человека это такой, ну, я не знаю, среда, там, какой-то такой, через которую осуществляется связь между Всевышним и человеком. Точнее, каналы связи. Если человек поступает неправильно, даже в мыслях, каналы засоряются. Они утрачивают чистоту, становятся то, что называется Тамэ, нечистыми. Если в мыслях и поступках человека все нормально, он стремится выполнять волю Всевышнего и действует согласно желанию неба, то, естественно, его каналы очищаются и становятся то, что называется Тагор. Вот это вот, все об этом. В земном мире можно очень понять, это просто в результате неправильного образа жизни, там, включая питание, там, это как склероз сосудов. Коррекция питания, повышение жизненной активности приводит к очищению сосудов, исправлению действий, ну, и очищает каналы связи со Всевышним. То есть физический и духовный мир, он параллельен. Вот об этом и идет речь. Надо понимать, что мы засоряем свои каналы, когда что-то делаем не так. Это против нас. Человек должен искать кусочки хотя бы духовности, находить входящий в душу урок, лекцию, урвать у этого сериала, который отнимает жизнь у человека 20 минут. Надо что-то сделать для того, чтобы перейти к духовным каким-то развитиям. Хафицкайм в книге Ширата Лошон рассказывает интересную вещь. Об одном хозяине маленького магазинчика, который мечтал жить более духовной жизнью. Но работа отнимала все силы. И однажды ночью ему приснился сон, как в результате перенапряжения на работе. Он умер, получил сердечный приступ и умер. Он был в ужасе, вскочил с кровати, подбежал в зеркало, увидел там себя, там уже пожилого, подбежал к книжному шкафу, схватил книгу, начал читать Тору. Проснулась жена, говорит, 3.30 ночи, что такое? Он говорит, дорогая, я вдруг понял, что лучшие годы проходят в магазине. А я ведь могу уйти из этого мира в любую минуту. Я решил, что с завтрашнего дня я буду работать только с обеда. А до обеда учиться и набираться святости и мудрости. Но жена оторопела, говорит, ты что, с ума сошел? Мы не можем бросить магазин, что я скажу клиентам? Муж говорит, а что ты скажешь ангелу смерти, когда он придет за мной? Подожди, его забирать клиенты ждут. Так что скажи им, что каждое утро с 10 до 12 я мертв. Это не обычный подход, но это подход. И два слова положено за 30 дней до праздника, положено учить законы праздника. Поэтому два слова я хочу рассказать о Пейсихе, который уже все ближе и ближе. В преддверии Пейсиха обычно принято просматривать свой прожитый год. Искать хамец. Это квасное. В душе мы дома тоже ищем со свечкой. Есть такой обычай, как бы для того, чтобы, ну скажем так, обычай, не будем говорить сегодня много. Сомневающийся может спросить, какое отношение имеет уборка квартиры к поиску своего пути в жизни. Самое прямое. В преддверии Пейсиха мы освобождаем наш дом. От квасного. Еще для того, чтобы напомнить себе о необходимости освободить душу нашу от зла, от дурных качеств, от дурных стремлений, от квасного, от раздувания ее. Казалось бы, легче всего искать крошки, когда? Днем. Почему же еврейский закон указывает искать квасное ночью? Мы это и делаем за сутки до Пейсиха, ночное время. Потому что во тьме можно с помощью свечки осветить самые глубокие щели. В доме бывают щели, углы, в которых обычно не заглядывают в течение года. Так же и в душе человека. Есть потаенные места, недостатки, которых он не видит и не хочет видеть. Требуется особое усилие, воля и, знаете, даже храбрость, чтобы человек посмотрел себе в лицо, заглянул в свою душу и понял, что не все так просто, как он думает. Недостаточно освободить дом от хамца. Кислое это символ отрицательных качеств. Нужно еще, что в Пейсах, мацу занести в дом. Это хлеб веры, символ положительных качеств. То есть человек должен уходить от плохого и стремиться к хорошему. Как бы не важно было преодоление недостатков, еще в большей степени человеку следует укреплять достоинство. Ребыг Гур писал, что человеку следует по возможности раскаиваться в прошлых ошибках и сфокусировать свое внимание на том хорошем и положительном, что он совершит в будущем, не зацикливаясь на прошлом. Однако для этого человек должен найти, в чем он сильный, где его достоинства, какие-то скрытые таланты. А как научиться вообще видеть в себе добро? Причем просто, надо прислушаться к мнению людей, которые любят вас. Они умеют распознавать ваши достоинства, скрытые таланты. Конечно, при этом надо фильтровать слова, похвалы, отсеивать, лесть, но конструктивные мысли слышать. Есть еще проще модель. Что вы цените в других людях? Ну, например, если вы уважаете в людях доброту и честность, то, скорее всего, вы добрый и честный человек. Царь Саламон учил, что суть человека проявляется в том, что он прославляет. Умный прославляет. Ум, храбрый, храбрость. Если вы прислушаетесь к тому, что прославляют люди из вашего окружения, то вы очень много узнаете о них. Если вы обратите внимание, что вызывает в вас уважение и восхищение другими, то вы можете многого узнать о себе. Так что все это очень просто. Брахавы от слаха. Надо начинать сегодня уже искать в себе то, что надо исправить и то, что надо развить. И меньше обращать на недостатки других людей. Все на себя. Брахавы от слаха. Продолжение следует.